Естественно, обращаюсь к тем, кто может это услышать, тем, от кого, может быть, зависят какие-то решения или кто-то, кто может повлиять на какие-то решения. В конце концов, к тем, кто создает какое-то общественное мнение или имеет какой-то голос, свою позицию и имеет возможность быть услышанным. Но все-таки обратить внимание на, мне кажется, происходит какая-то невероятная трагедия, и нам нужно обратить внимание на эту трагедию, потому что речь идет о судьбе человека, о судьбе нашего коллеги, нашего партнера, человек, который делает кинематограф, фильмы, разбирается в этой жизни, ищет, анализирует и совершенно, на мой взгляд, странным способом оказывается в тюрьме. Я ни в коем случае не следователь, я ни в коем случае не призываю, не хочу оказывать давление на следствие или на какие-то органы, которые этим разбираются. Но, по-моему, то, как я посмотрел на это дело и то, как я изучил его, я вижу, что происходит какое-то непонимание. Я прошу всех людей, которые так или иначе могут этим заинтересованы, обратить внимание на судьбу Олега Сенцова и как-то что-то сделать. А самое главное, первое, что нужно сделать, это, в общем-то, и, безусловно, конечно, нужно его освободить. А уже потом хотя бы освободить для расследования, но освободить и это расследование все-таки проводить в той ситуации, когда он не в российской тюрьме.